Первые русские деревеньки появились в долинах Верхнего и Среднего Чулыма в первой половине XVIII века. Основана Назарова с 1760-х и не позднее 1769-х годов. Как деревня Назарова, Назариям Федоровичем Потюковым, который построил дом на берегу реки Чулым, близ у стерей реки Ададылка. Ты появился по воле Назария, чьи по Чулым уходили Чулы. Город Назарова, город Назарова, маленький город огромной страны. В 1771 году по нашим местам проезжал академик Палас, совершая свое путешествие по Сибири. Он оставил первое упоминание о Назарова в научной литературе, а также составил первое описание бурых углей. Вот эта книга Петра Семена Паласа «Путешествия по разным местам». В 1768 по 1774 годах в Сибири работала экспедиция Петербургской академии наук под руководством академика Петрова Симона Паласа. Первое упоминание Назарова мы встречаем в книге Паласа «Путешествия по разным провинциям российского государства», где он писал, что при усте ручья Ададыма деревня Назарова, именуемая деревней Сия, состоит из 15 семей. Вот это и все. Арбузов служил офицером флота. После подавления восстания он, как и многие другие декабристы, был приговорен к артожным работам. Первоначально Арбузов был сослан в Финляндию, а затем в Забайкалье. Единственным средством существования было скромное казенное пособие. Поддержка товарищеской кассы, взаимопомощи и рыбная ловля. На зимной рыбалке, упав в прорубь, он сильно простудился и умер 10.02.1843 года. Память о Арбузове увековечена в названии одной из улиц города Назарова в 1960 году. Теперь отгадайте загадку. На столе живет толстячок, подбоченившись бочок, он шипит и кипит, всем чай пить билет. Самовар. Молодцы. Самовар считается символом русского гостеприимства, потому что русские люди очень любили пить чай из самовара, когда за столом собиралась вся семья. Интересно, что самовар появился после того, как в Россию из Азии был завезен чай. Еще некоторое время чай считался лекарственным напитком, а чтобы напиток не остывал, в трубу самовара накладывали горячие угли. Давай. Еще раньше в старину были вот такие вот утюги. Многим приходилось наниматься в батраки. К старожилам жили переселенцы в бараках, которые специально для них строились. В 1904 году был издан закон о переселении. Переселенцы, приезжавшие в Сибирь с разрешения властей, получали специальные паспорта. За весь период с 1893 по 1900 года в старожильческих селениях поселилось около 13% переселенцев, а в новых поселках 87%. На душу мужскую выделялось 15 десятин земли. Около пяти лет нужно было переселенцу, чтобы встать на ноги. В начало 90-х годов в Енисейской губернии наиболее распространенным орудием в спашке была сока-колесуха или сабан. Старожилы были уверены в его высоких качествах, но переселенцы им не верили и покупали дуги. Культурный уровень переселенцев был более высокий. По 1894 по 1895 года на территории Назаровской волости были созданы первые переселенческие и запасные участки. В Сибирь переселялись не только русские, но и крестьяне других национальностей. Здесь мы видим национальный костюм белорусской переселенки и лапти, плетеные из лыка. Музей хранит нашу историю. Экспонаты, которые хранятся в музее, собраны не только работниками музея. Многие люди, жители нашего города, приняли участие в создании музея, приносили предметы, документы, которые отображают историю нашего города. Коллекция постоянно пополняется новыми экспонатами.